Отличные скидки Состав летней резины создан таким образом, что при температуре минус 5 градусов она заметно меняет свои свойства, дубеет и перестает обеспечивать нормальное сцепление между автомобилем и дорожным покрытием. Зимой ситуацию усугубляется также тем, что асфальт покрывается слоем снега или льда. Становится сложно не то что ехать, но даже просто тронуться с места или затормозить. Вот почему в России наличие зимних колес это необходимость, ведь только так можно обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в холодное время года. Лучшее правило, которое отвечает на вопрос, когда переобувать автомобиль на зимнюю резину, звучит следующим образом. Когда температура опускается ниже 7 градусов и такая погода удерживается не меньше недели. Перед тем, как выбрать резину для автомобиля, необходимо получить представление о ее разновидностях. Скандинавская. Здесь рисунок протектора состоит из ромбиков в шахматном порядке. Эта разновидность резины идеально подходит для суровых зим с большим слоем снега или гололедом на дорогах. Европейская. Рисунок протектора на ней выполнен в виде елочки. Этот тип зимней резины оптимален для европейской зимы с дождем и мокрым снегом. Зимняя резина с шипами, обеспечивающими хорошее сцепление с ледяным или снежным покровом на дороге. Виды шипов для зимней резины могут быть разными по форме, материалу изготовления. Эксплуатация шипованной резины полностью оправдана при частых поездках по заснеженным или обледенелым трассам. Для езды в городских условиях лучше использовать липучку. Зимние нешипованные шины называемые также фрикционными. На сайте колеса Даром, колеса Нокиан Нордмен сейчас можно купить за 7460 рублей. Диаметр 16 дюймов, нагрузка до 850 килограммов. Колеса Пирелли Винтер сейчас продаются за 6170 рублей. Диаметр 16 дюймов, нагрузка до 670 килограммов. Колеса Кардиан Сноу на том же сайте можно купить за 3900 рублей. Диаметр 15 дюймов, нагрузка до 690 килограммов. На сайте Еврошина колеса Пирелли Айс контроль можно приобрести за 4200 рублей. Диаметр 16 дюймов, индекс нагрузки не указан. Шины Салун Айс Блейзер продаются за 7770 рублей. Диаметр колес 19 дюймов. Шины той же фирмы с диаметром 16 дюймов стоят 4790 рублей. На сайте Мир Колес зимние шины Сноук Роуз сейчас можно купить за 3190. Диаметр 13 дюймов. Шины той же фирмы с диаметром 14 дюймов можно приобрести за 3430 рублей. На сайте Игрес зимние нешипованные шины для внедорожника Бридж Стоун продают за 14420 рублей. Колеса фирмы Гудиер для легкового авто за 10460. Они также зимние нешипованные. Бюджетные шипованные колеса фирмы Виатти, купленные на том же сайте, обойдутся в 4020 рублей. На сайте Регион Шина колеса Мишлен Икс Айс для легковых авто продают за 18300 рублей. Диаметр 18 дюймов. Шипованный профиль 50%. Ширина 235 миллиметров. Шины той же фирмы с диаметром 16 дюймов сейчас можно приобрести за 10220 рублей. Зимние шипованные колеса Мишлен Икс Айс диаметром 15 миллиметров стоят 7230 рублей. Кроме типа шин при покупке нужно учитывать и другие факторы – дату изготовления. Необходимо, чтобы изделию было не более 2-3 лет. После этого срока эксплуатационные свойства начинают ухудшаться, и купив не новые шины, вы не обеспечите себе должную безопасность при езде зимой. Размер покрышек. Лучше всего ориентироваться на рекомендации, данные производителям автомобиля вашей марки. Слишком большие или слишком маленькие покрышки покупать не стоит. Индексы и нагрузки скорости. Они зависят от вида транспортного средства, для которого приобретаются шины. Цена. Покупать слишком дешевые шины не стоит, их качество оставляет желать лучшего. Однако останавливать свой выбор на самых дорогих комплектах не обязательно. Правильнее всего выбрать зимнюю резину с оптимальным сочетанием стоимости и качества. Внешний вид покрышек также немаловажная характеристика. Если они деформированы от неправильного хранения, то не смогут обеспечить хорошее сцепление и безопасное передвижение по дороге зимой. Это был Шоппинг-навигатор и ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!